По предварительным расчетам, на ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет в регионе могут претендовать 15 тысяч человек. Из них уже 9 тысяч подали заявление в органы социальной защиты по месту жительства. О такой материальной поддержке семей сегодня напомнил начальник отдела обеспечения социальных гарантий Ольга Шапинская. На эти выплаты могут претендовать семьи с детьми от 3 до 7 лет, где среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума на второй квартал 2019 года. В Белгородской области это 9 328 рублей, а размер ежемесячного пособия – половина прожиточного минимума на каждого ребенка. И в Белгородской области это будет чуть более 4,5 тысяч рублей. Все заявления подаются онлайн через электронную почту органов соцзащиты. Никаких личных визитов не требуется. Формы заявлений размещены у нас на сайтах органов социальной защиты населения. Приведены образцы заполнения этих форм, этих заявлений. И поэтому еще раз обращаюсь к гражданам, кто не успел подать обращение, кто, может быть, еще не слышал и слышит только впервые. Пожалуйста, бесконтактным только способом всех предупреждаем. Предупреждаем, форма заявлений есть, заполняйте и сбрасывайте ее на адрес электронной почты того органа социальной защиты населения, по месту жительства которого он находится. Напомним о зачислении других социальных выплат за май. Федеральные денежные средства на пособие по уходу за ребенком до полутора лет, на рождение ребенка и на трех и более детей, на компенсацию коммунальных услуг поступят на счета после 12 мая. Областные выплаты, пособия и компенсации правительством Белгородской области решено зачислить досрочно. Деньги будут поступать на счета уже 7-8 мая. Редактор субтитров А.Семкин